Коллеги, всем привет. Меня зовут Томас Гадаев, я сотрудник лаборатории машинного интеллекта. Я вам хочу рассказать про квантизацию нейросетей. Я сейчас прошу прощения, сейчас будет белый слайд. Сперва будут общие слова про мотивацию и про постановку задачи, потом будет некоторое введение в то, что такое квантизация, дальше обзор некоторых статей, и потом мы перейдем к вопросам. В общем, в чем состоит задача? Как известно, у нас в нейросети активации и веса – это вещественные числа, которые хранятся в типе данных floating point 32. Мы хотим привести веса и активации к меньшей точности, чтобы сохранить память. Это может быть как floating point 16, так и int 8, вплоть до одного бита, когда веса – это либо единичка, либо минус единичка. Зачем это делать, я думаю, понятно. Во-первых, это уменьшает размер файлов, в котором хранится нейросеть, это уменьшает количество необходимых вычислительных ресурсов с точки зрения ее энергии и оперативной памяти. Это позволяет увеличить скорость инференса моделек, и можно адаптировать нейросети для процессоров, для низкогибидных процессоров. Так, например, не все процессоры в часах, например, не все часы поддерживают floating point в общей операции. Здесь приведена табличка, которая приводит сравнение экономии энергии для, например, использовать int 8 операции в 30 раз эффективнее по энергии и в 120 по оперативной памяти, если говорить, для сложения. В целом, если мы научимся квантизовывать нейронные сети, мы сможем использовать их на мобильных девайсах, на часах, без большой затраты энергии, памяти и времени. В чем, собственно, состоит сама процедура квантизации? Предположим, у нас есть какое-то множество чисел вещественных. Пусть это будет веса какого-нибудь слоя нейросети. Это множество представляет собой непрерывное распределение, и то, что мы хотим сделать, это трансформировать его в дискретное. Самый простой способ, линейный, это взять максимум-минимум, получается интервал, разбить этот интервал на другие интервалы маленького размера, и все веса, которые попадают в один интервал, мэпить в одно число. Соответственно, для каждого интервала будет какое-то число. Таким образом, мы вещественные числа переводим в дискретные, можем говорить, что это теперь int 8, и умножать на какой-то scaling factor. То есть у нас веса непосредственно не 0, 1, 2, 3 и так далее. Они кодируются int, но умножаются на какой-то фактор, чтобы привести к адекватному масштабу, скажем так. Есть не только линейная квантизация, есть еще примеры логарифмической квантизации, когда у нас эти интервалы, на которые мы разбиваем распределение разного размера, то есть они зависят логарифмически. Вот примеры приведены на слайде. Эта процедура квантизации можно записать в виде такого блока для нейросети, в котором форвард прописывает непосредственно саму процедуру, какая-то логарифмическая, линейная или какая-нибудь адаптивная. Есть, в принципе, много работ на эту тему. И самый бейзлайновый, достаточно хорошо работающий вариант – это просто взять уже готовую обычную нейросеть и квантизовать все ее веса до int 8. И это работает неплохо, то есть точность падает. Я сейчас говорю о классификации изображений. Это важно, потому что практически все методы квантизации, для них бенчмарк – это iMatchNet и так далее. Для каких-то более сложных архитектур сейчас статей не так много. Работает такая one-shot стратегия, но тем не менее немножко подтюнить квантизованную нейросеть можно. Это немножко увеличивает точность. И маленькие модели, такие как MobileNet, сложно квантизовать такой one-shot стратегией. Но это не так интересно, то есть это неплохо работает, но мы хотим еще сильнее сжимать. Соответственно, нам нужно квантизовать и на этапе обучения тоже. Понятно, что градиент по процедуре квантизации брать невозможно, поскольку это дискретная процедура, там градиент 0 честный. Поэтому мы используем straight through estimator, то есть когда непосредственно руками прописывают backward, как выглядит якобы градиент. Чаще всего просто его прокидывают через блок, то есть не меняют просто. Но есть более хитрые методы считать градиент. Например, вот есть статья Жоу 2016 года, Dorifonet. В этой статье, во-первых, используется нелинейная квантизация. Вот если посмотреть на forward, можно увидеть, что там используется тангенс гиперболический. И backward прописывается не просто пробрасыванием градиента, а в нем учитывается все функции, которые есть в forward. По ним берется честная производная, а производная по оператору квантизации не берется. Окей, мы получили градиенты. После этого мы на эти градиенты накидываем нормальный шум. То есть мы делаем квантизацию градиентов стахастической, что, как утверждают авторы, помогает обучению. И таким образом мы можем считать хитрые стахастические квантизованные градиенты через эти квантизованные блоки. Блоки квантизации, вернее. Сравнение качества этой модели с другими будет чуть позже. Следующая идея – это поменять функцию активации, потому что привычная нам всем любимая Relu плохо работает на квантизованных сетях. Здесь авторы приводят такой график, где голубым изображена ошибка, где используется Relu. Но во всех других все нормально. В других используется клиппинг. Клиппинг работает хорошо. На основе этой идеи была придумана новая функция активации, параметрическая, усеченная сверху Relu, где есть параметр, где усекаем. И по этому параметру мы оптимизируем потом. Там прописаны, как выглядит эта функция и как выглядит ее градиент. Опять же, там руками записали, как лучше по ней брать градиент. Вот сравнение двух статей, которые я проговорил. Здесь вкратце можно взять ResNet 50 и уменьшить размер в 10 раз и получить падение точности всего лишь на 7 на 2% для соответствующих статей. При этом 5-битная квантизация практически не меняет точности. Но опять же, речь об классификации изображений. Следующее. Можно зайти еще дальше и квантизовывать до 1 бита. То есть, чтобы и веса, и активации все были либо единички, либо минус единички. Начинают с весов. Запишем вот такой функционал. То есть, норма разности между обычными весами и некоторый масштабирующий фактор умножить на бинаризованные веса. Мы хотим его минимизировать. Там они легко показывают, что решение такой оптимизационной задачи – это просто знаки. То есть, мы берем обычную сеть, берем знаки весов и используем это как новые веса. И этот скейлинг-фактор тоже легко вычисляется. Далее мы хотим бинаризовать активации. Записываем точно такой же функционал. Там они тоже легко показывают, что вместо умножения двух матриц можно использовать умножение их знаков. И это будет оптимальным решением вот такой задачи. Хотя, почему ставится такая задача, это вполне естественно. То есть, мы хотим, чтобы бинаризованные активации как можно меньше отличались от настоящих. То есть, мы квантизовали веса, квантизовали активации. Все это для 1 бита. Также умножение просто знаков двух чисел – это X-NOR операция. То есть, бинарная операция, которая очень эффективно выполняется на CPU. Здесь приведена табличка с результатами. Как оказалось, что квантизация всего ускоряет модель в 58 раз, позволяет запускать ее на CPU, чтобы она работала в real-time. Но точность классификации изображения упала здесь для топ-1 на 18%. Для бинаризации только весов, не такое сильное падение, но и не такое сильное ускорение. Здесь, я думаю, принцип именно в том, чтобы X-NOR операцию использовать. Теперь немножко отмасштабируемся. Вообще, можно квантизовывать разные слои с помощью разной точности. То есть, у нас есть, например, и слои с вещественными числами, и int8, и int1 и так далее. Здесь приведена статья, где происходит такой neural architecture search только на квантизации. Есть граф, где вершины графа – это слои, а ребра графа – это то, с какой точностью квантизовывать следующий слой. Соответственно, на этих ребрах задано распределение GUMMEL Softmax. Через него мы можем пропускать градиент, с помощью него мы можем сэмплировать. И мы обучаем все это. То есть, мы сначала обучаем всю сеть по весам сети, потом обучаем по параметрам распределения. И во время обучения сэмплируем различные архитектуры. Получаем разные архитектуры с разными квантизациями разных слоев. И при этом мы оптимизируем не просто ошибку, мы еще ошибку домножаем на cost function, где cost function – это стоимость операции. То есть, мы хотим наказывать за слишком тяжелые сети или слишком медленные. Здесь приведена табличка с результатами. Мы в 10-20 раз можем скомпрессировать сетку таким образом, при этом практически не потеряв точность. Здесь можно видеть, здесь есть наиболее точные, наиболее эффективные. Там не сильное различие с full precision сетками. В итоге посмотрим на то, что можно делать вообще в квантизации. Мы можем менять различные мэппинг-функции, то есть, как мы именно квантизуем линейно, логарифмически, адаптивно и так далее. Меняем функции активации, используем различные носители этих распределений, которые мы квантизуем. То есть, квантизовать можно как по всей сетке, так и по слою, так и по фильтру. Можем использовать какие-то адаптации к вычислительным процессам в процессоре, опять же, пытаясь привести обычное умножение к каким-то бинарным операциям и так далее. Очень много хитростей в том, как вычислять градиент через эти блоки, поскольку, честно, его почитать нельзя. Много есть разных хористик. И можем играть с тем, какую конкретную точность мы убираем для какого слоя. Много различных вариантов. Все можно попробовать, потестить. Здесь приведены статьи, на которые я ссылался, о которых говорил. Всем спасибо за внимание. Можно перейти к вопросам. Спасибо, Томас. Томас, спасибо за интересный доклад. У меня вопрос следующий. Если мы применяем такую простую операцию, как квантизация, логарифмическую, линейную, как угодно, мы понимаем, что есть возможность теоретически, аналитически вывести выражение, которое даст нам значение потери информации или увеличение энтропии, или наоборот, ее уменьшение, просчитав которое, можно заранее знать результат, еще не проводя какие-то эксперименты на конкретных данных. Результат имеется в виду в потере информации. Совершенно верно. Да, есть статья, где, как по мне, такое логическое завершение того, как квантизовывать, где как раз из теории информации выводится такой алгоритм, как взять непрерывное распределение и смепить его на дискретное, с меньшей потерь информации. Такая статья есть. Вы используете это в своей работе? Нет. То есть, как это, обзор различных статей, то есть в моей работе, вот конкретно это не используется. А почему? Ну, на самом деле, на бумаге все может очень красиво выглядеть, без потерь и так далее, но хочется, чтобы это завелось и обучилось, и заработало. Тем более, что в практической работе хочется скорее не изображение классифицировать, а какие-то более хитрые архитектуры, там I-Match, I-Match, что-нибудь такое. Там все гораздо менее изведано, чем в классификации изображений. Поэтому приходится юристики искать скорее. Следующий вопрос. Использовали ли вы для сжатия, скажем так, информации, заложенной в весах сети, в байсах, классические алгоритмы сжатия? Какие? ЛЗТАш, например. А, нет. Я пользовался, классически меня пользовался, то есть я опирался на то, что происходит в этой сфере. Но это интересно, можно поговорить об этом. Хорошо. И еще есть идея, как можно улучшить все это дело и развить. Мы понимаем, что мы, когда проводим квантизацию, теряем информацию, теряем в точности. Но одновременно с этим, если мы будем двоичную квантизацию проводить, мы можем под вычислительные возможности того устройства, на котором будем разворачивать в продакшене уже работу соответствующей сети, может быть даже увеличивать размерность самой сети, меняя ее архитектуру. Как думаете, будет результат? Да, результат будет. Есть исследования по этой теме, когда берут несколько очень сильно квантизованных сетей. То есть берут много небольших бинарных сетей. И их каким-то образом хитрым комбинируют, и получается модель гораздо лучше, чем изначальная сеть. То есть нейронов больше набит, скажем так. Спасибо вам большое. Спасибо, Таланс. Да. Спасибо за доклад. Я порекомендую тебе библиотечки, пожалуйста, на PyTorch. На PyTorch? Ну, на самом деле, я не видел прям много библиотек. Одну хорошую видел, называется Distiller, по-моему. Ну, если ввести Neural Network Quantization PyTorch, я думаю, она первая будет буквально. Там есть и квантизация, есть и teacher-student, и прунинг, и что-то еще там есть. Регуляризация, да. На TensorFlow есть какой-то GEM, что-то еще, но это TensorFlow. Спасибо, интересно. А вот у меня два вопроса, на самом деле. Во-первых, вот когда мы берем большую синеровную сеть и с помощью нее учим маленькую, это относится к квантизации? Ну, нет, это дистилляция знаний. Квантизация — это скорее, когда мы хотим уменьшить точность, вернее, уменьшить количество битов, которые требуются на хранение веса или активации, или чего-то для нейросети. Хорошо. И второй вопрос про устойчивость. Ну, вот когда мы берем какие-нибудь очень большие сети и пытаемся вот их квантизовать? Ну, начиная с какого соотношения между сжатием и количеством там слоев начинается проблема? Вот что вообще неэффективно, это квантизация. Так сходу не могу ответить, но, по-моему, нет никаких проблем, потому что я видел в статьях, где самые большие резнеты берут, их тоже квантизовывают, вроде получается неплохо. То есть, может быть, я ошибаюсь, но я не видел, что прям какие-то явные проблемы были из-за размера сети. Еще вопросы? Денис там сзади. Спасибо за доклад. Смотрел сравнение относительно нового метода product quantization, который от Facebook предложили полгода назад где-то? Нет, кажется, я не смотрел. Ну, типа там пытаются не веса минимизировать, а оставить, подобрать такие веса, чтобы при этом output feature map осталось неизменной. Ну, я, в общем, не смотрел, но это интересно. Ладно, Павел, спасибо. Еще вопросы? Скажите, а вы находили статьи, где квантизация применяется, допустим, в задачах прогнозирования временных рядов? Прогнозирование временных рядов? Ну, то есть, с помощью нейросетей? Рекуррентных нейросетей, да. Нет, для рекуррентных сетей я видел только квантизацию для language model. Но вообще есть такая штука, что в тех задачах, где мы хотим какой-то непрерывный output и сложный непрерывный output, особенно там image-to-image, там квантизация начинает страдать. Потому что это окей, когда мы квантизуем, скажем так, внутренние слои, которые порождают некоторый смысл, мы смотрим на этот смысл и классификацию простую делаем. А если мы хотим еще выдать какую-то гладкую картинку, то начинаются проблемы. Возможно, если это какая-то многомерная задача для прогнозирования временных рядов, может быть такая же проблема. Спасибо. Вопросы? У меня попутно вопрос возрел. Если применять квантизацию к распознаванию изображений и на каком-то промежуточном этапе, каких-то весах, которые в середине отражены, попробовать еще добавить обратное развертывание, как это делается в ГАН, что будет за изображение на выходе и насколько оно будет отличаться от исходного изображения, которое было получено не квантизованной нейросети? Насколько я знаю, когда мы квантизуем IMAGE-TIMED-архитектуры, в принципе, мы получаем итоговое изображение, получается, ну, как будто бы квантизованным, таким рваным. То есть там видны какие-то большие квадратики. То есть это не как каша выглядит, а скорее как дискретизация изначального изображения. оно очень такое, нехорошо выглядит. Абстрактная живопись издалека смотреть можно. Да. Все. Спасибо большое за вопросы. Томас, спасибо за доклад. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.